Частицу Вечного огня получили населённые пункты Левобережья Колпашевского района. Церемония передачи лампад состоялась на площади у памятника воину-освободителю в Колпашеве. Председатель районного совета ветеранов Анатолий Рыблов напомнил присутствующим, что начало акции Частицу Вечного огня к каждому памятнику было заложено в 2020 году, когда из Томска к мемориалу в центре города была привезена лампада, зажжённая от Вечного огня, на мемориале славы воинам-томичам, погибших в Великой Отечественной войне. От неё был зажжён вечный огонь в Колпашеве, который с тех пор не гаснет. 6 мая лампады с пламенем были вручены для доставки в последние населённые пункты района, неохваченные акции Новогорная и Инкина. В рамках торжественной церемонии ветераны воинской службы передали Частицы Вечного огня главе Инкинского сельского поселения Галине Вариводовой и главе Новогоринского сельского поселения Ирине Комаровой. Вручить Частицы огня! Кроме того, Анатолий Рыболов обратился к главе Инкинского сельского поселения Галине Вариводовой с просьбой передать подарок в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне фронтовику Ивану Степановичу Терехову от районного совета ветеранов. В свою очередь, председатель Колпашевского районного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Данилов передал главам сельских поселений книги и видеоматериалы о земляках-участниках локальных конфликтов.